приветствую всех на моем канале вот такой классный выходной день суббота погода просто отличная снарядил велосипед вот еду на природу в лес а такой небольшой залив моя дальняя стоянка примерно 45 километров от дома в одну сторону вот такой поход с ночевкой в лес на велосипеде в этом походе будет не палатка будет гамак тент плюс гамак ночевка в гамаке вот такое снаряжение 3 литра воды не хватит вот приятного просмотра даст мне конечно день идеальный для похода для отдыха на природе класс вот я еду сейчас проеду такой вот поселочек вот впереди показался и там дальше вы еду на такую основную трассу по ней дальше проследую круче еду на свою дальнюю стоянку залив клику речка там такая маленькая чарномала протекает и небольшая плотинка создает залив и там я иногда останавливаюсь ну езжу такие вот на соточку в принципе 90 километров получается на круг такой вот походик великом отлично там сейчас классно я думаю получится у меня растянуть гамак вот вот обустроить стоянку так немного проехал по асфальту какой-то небольшой подъемчик как всегда спуск подъем встречный ветер съехал на такую грунтовочку вот интересное место не знаю тут по немецки еще написано старый видать такой вот монумент что-то там 23 11 1700 что-то дырка видно 45 вроде как кажется классно так еду не спеша вообще ветра нет мне туда так еду по такой грунтовочке небольшой участок леса а за ним должен какой-то небольшой населенный нет хорошая бодзин ну вот 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 ну тут вот какой вот или вот декором вот вот а от на Да, но уже так относительно тепло, солнце греет. Заканчивается вот уже грунтовочка, вот идёт асфальтированная дорога, на которую я сейчас выйду, вот вдали там какая-то автострада проходит. Ну и сейчас я её пересекую дальше по асфальту и буду ехать. Ну тоже так чередоваться будет и асфальт, и грунты так лес. Вот асфальт, деревья классно уже зеленеют, вообще по-другому всё смотрится. Населенный пункт Червоногода. Вот. Дальше еду по асфальту пока месте. Классно. Классно Классно Дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончилась асфальтная дорожка. Дальше еду такими лесными грунтовочками. Доеду как раз так через лес до этого города Генглинец. Ну и там дальше тоже асфальт, лес. В общем, такое все будет. Ну и уже там километров 15 примерно до этого залива. По-таместке еду. Вот так вот. Все по полюсу грунтовочкой. Вот такое вот место у меня для отдыха. Потом так вот по прямой и до самого этого такой поселок, городок Генглинец. Ну и дальше так лесом. Там немного будет асфальта. Вот. Ну и так доеду до этого залива, где я хочу встать на ночь. Такое место можно посидеть. Сейчас попью водички немного. Вот. Это я беру в дорогу, как пить. Таких вот. Две маленьких бутылки. Так, чисто расходник, чтобы пить в дороге. Ну, это уже оставлю на стоянку. Немного посижу. Послушаю, как поют птички. Классно. Немного посидел, отдохнув на этом месте. Я продолжаю ехать лесными грунтами. Остался позади этот городок Генглинец. Дальше лесными дорогами я продолжаю ехать. Классно. Выехал на мою полюбившуюся ЛЭП. Часто в моих таких ЛЭД-шках, ближних походах. Вот. Ну, такая классная прямая. Через лес. Километров пять я, наверное, по ней прослю. Да, дальше через лес пойдет дорога. И выеду на асфальт. Уже непосредственно доеду по асфальтной дороге. До своего места стоянки. Вот. А пока не съеду. Любую с лесом. Солнышком, природой. В общем, так. Это zombов. Солнышком. Солнышком. МОН вот такие вот попадаются участки небольшие препятствия лужицы проехал и тут просто заболочено с двух сторон и на дороге стоит вода она проходимая нормально еще вот на горизонте лэп уходит справа буду же с нее съезжать время уже 20 минут 1 по перекресток грунтовки проеду тут но а стану поставить прикольно в лесу но а постою и дальше так оставляю в общем web стороне выехал на такую грунтовочку силы пошла чуть-чуть в сторону сейчас через этот поселок проеду и дальше лесом классно каких по лесу вообще не жарко не холодно красиво все зеленеет но скоро грунтовочка закончится я не ехать по асфальту вернулся с асфальта и сейчас я его так вот объеду и мне вот прямо так тут только на ту сторону классно сейчас уже дойду до стояночки своей там посмотрю чё как моток прикольный но стоит вообще нормально я не об этом этом озере я проведу время за ночью в гамачке отдохнуть серый будний год ну а пока мисси следует до места стоянки залив кликув вот солнышко еду по такой грунтовочки ну а людей с той стороны я его объехал там и выправка она мне не будет мешать но людей отдыхающих рыбаков вот поэтому заливу проходит граница регионов дальношленская и любуска вот таких воеводств вот и с одной стороны одно разрешение на рыбалку с этой стороны уже другое ну так тут каждом регионе надо делать другого разрешения на рыбалку добрался до места стоянки вот тут часто я с палаткой стою вот такое место мы тут с русиком как-то были тоже нормально вот такая вот моя дальняя стоянка до нее около 50 километров от дома вот в одну сторону то есть завтра будет возвращение может больше может ну пока мы сейчас подыщу место для гамака я вот в принципе думаю прям вот там вот между деревьев и растянуть его я думаю будет шикарно или даже ну не знаю может и тут в общем сейчас посмотрю пройдусь посмотрю вот трактинка ну тут принципе рыбаки бывают ходят вот в этом место но как бы интересно даже вот так если я его растяну тут будет классно просто что дорожка это проходит чтоб меня особо никто не беспокоил ну просто возле воды было бы шикарно в общем сейчас определюсь как растянуть гамачок в общем не буду заморачиваться чтоб на вот этой вот тропинке не растягивать там подумал вот прям здесь классное место вот дерево вот я вот так сейчас его растяну вид на залив будет шикарно сделаю полянку свою общую кухню приготовлю что-то покушать буду отдыхать я думаю это будет отлично прямо на берегу вам очки шикарно еще у нас там на спидометре время два часа на счетчике в общем на счетчике 52 километра прошел в одну сторону нормально вот так вот гамачок брал 270 на метр двадцать размера его в растянутом виде вот выбрал свой тент будет с москитной сеткой эти стропа я уже отдельно где-то не помню где-то тоже купил вот вот так вот гамачок весит что-то около 800 грамм по-моему москитная сетка сейчас его растяну нормально покажу как он вообще выглядит даже не буду использовать свой дополнительный канат сейчас там подтяну ну и здесь закреплю на вот это дерево вот растянутый сейчас еще чуть-чуть подтяну конечно он такие веревочки на них вешается это москитная сетка сетка такие веревочки на них сейчас буду крепить эту москитную сетку вот немного подтяну стропа будет отлично вот так будет я думаю удобно растянется и посидеть ноги достают до земли и классно так что с растянутый тентик потом на вечер вот так и растянутый гамак вот сеточка все сейчас брал с собой матрас надувной такой летний вариант свой для мака как раз классный такой вот обычный матрасик от хай-тек вес у него полкило пятьсот тридцать грамм такое написано его внутрь кинут спальничек ну и все место готово как-то так это все выглядит матрас этот положил вот сейчас попробую сесть нормально можно короче отдыхать вот так сетка ну как бы комары беспокоить не буду собственно говоря такой мак обычный простой на польском олегра покупался не помню там цена брал с собой спальничек свой эльбрус весит килограмм температура плюс 10 держит отлично 8 10 нормально буду я его брал с собой в поход свой недельный был недавно вот сейчас взял его гамаку такой компрессионный мешочек его в карман гамака положил и уже так приготовлю все вот ну и в принципе место на ночевку у меня готово так я растянул тент вот по диагонали как раз еще там запасом я думаю нормально ну и тут у меня будет место где я буду отдыхать я думаю будет отлично шикарно не знаю пожарю яичницу с колбаской взял колбаски немного но даже там сосиски по моему чуть ли сейчас пожарю яичницу а на вечер уже как бы время сейчас часа четыре а на вечер сварю кашки с тушенкой походной кашки и буду отдыхать ну так вот так друзья такой пвд с гамаком на деле как бы классно гамак гамак он компактный маленький да и в принципе стать можно с ним везде даже вот нету где палатку поставить взял гамачок как бы можно если такие длительные походы ну мою там вот как у меня есть там бомж палатка я называю она там весит полтора килограмма такая одноместная так чисто чтобы переночевать ну и этот гамак как бы два килограмма в общем два с половиной но больше возможности стать на ночевку вот такой комплект у меня в общем на походы в теплое время есть так сейчас я поставлю водички сделаю обычной горячей кружки ну такой как супчик будет и пожарю яичник полноценный обед первое второе будет нормально вот и жарю яичницу с сосисками ну такой будет у меня полдник так скажем поставил свое микрорадио а пусть там что-то играет так вот и подошел к концу мой первый день похода такой вот ПВД заварил чайок фруктовый вот классный такой вид на этот заливчик вид на мою на мою стояночку там я увидел лебедя сейчас пройдусь вот пара плавает лебедей солнышко за деревья зашло возвращаюсь на свою стоянку так вот нормально даже в глаза не бросая все такого цвета зеленого и и доброе утро день 2 моего вела пвд с гамаком сделал кофе так вот столько рыбаков приехала принципе от чего я и проснулся там возле меня никого нет потому что тут как бы закидывать неудобно развешу с удочкой вот они дать карп карась вот на той стороне он фух полностью весь заливчик в рыбаках ну видать что тут есть вот так вот выглядит все у меня на стояночке спалось отлично планы такие пью кофе ну и выдвигаюсь в обратную дорогу поеду сейчас другой дорогой так через эти леса покатаюсь в общем по лесу ну так пока месть кофеек так вот классно солнышко озарило ту сторону красиво утро начинается завтра сейчас я пожарю яичницу и так сосисок нарезаю просто добавлю маску вот 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 горелочка процесс пошел брал с собой яйца в таком контейнере ну чтобы не разбились бумаги наложил вот это друзья мне будет яичница на завтрак классно классный стульчик удобный легенький вообще как раз по моим белосункам классно вмещается в общем так завтра собираю стояночку наложил порядок и вперед собрана стоянка вот уже такое упаковать мусор все чисто и такой кофе на старт как у меня такую же традиционная так вот портится погода затянула небо но стоит дождь после в обед вам с обеда с 12 так вот ну то не страшно в принципе тепло время 8 кстати 8 10 8 10 и я посмотрим что у нас будет на утро по счетчику значит вчера я прошел 53 не выключал его считает все время 19 часов у меня стояночное время 4 часа движение вот такая вот характеристика моего пути в конце уже подведу итог пока местью кофе и выдвигаюсь дальше вот такие вот места отдыха где есть мусорки туда и укидывается до мусор вот так пройдусь гляну на заливчик тут отмечены всякие туристические дороги разметки всех трасс уходных там ну такое прикольные места красиво пройтись по лесу по лесу вот каждое расстояние что там как такие туристические карты на каких местах попадаются фар выкину велик собран стоянка убрана за что я спокоен всегда во всех моих даже видео отчетах есть как я покидаю место как я приезжаю на место все чисто вот такой залив я еду в лес 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 классно птички поют вообще залив клику был я была у меня ночевка здесь в общем образуется как залив вот такой плотиной протекает речка черномала вот это та вот эта плотинка там она сбрасывается и дальше это речка течет вот так вот образован этот залив красота и это не просто рыбаки и даже ленту повесили в общем запрет езда потому что это проводится соревнования соревнования рыбаков вот классно но это уже не поэтому заливу проходит граница двух военных регионов и дальношленская любушка то есть с этой стороны это уже другое воевуство это любви с одним разрешением с этой стороны с другим потому что разрешение на рыбной ловли в польше действует только по воевуство по регионам лесные грунтовочки вперед классно именно то время когда все все только начинает зеленеть ну кроме елок вот именно вообще красота такой воздух мне всегда когда я заезжаю в лес ну так не только в лес вообще тут кислорода столько шла спать хочется зевание это начинается такая красота я вкручу так вот начинается мой второй день движение вот следуя дальше по лесу в общем выехал я на ту лэп которая где-то там самом начале моего маршрута было вот она просто ушла в сторону но я как бы сейчас тоже вот выехал я на нее как-то сейчас попробую в общем ехать не знаю тут колья идет но далеко ли она не знаю но мне надо проехать по ней потому что вот смотрю дальше эта дорога такая в общем не фонтан хотя тут тоже ехать если пойдет такую тут эти вот карликовая вот это вот не знаю чё это в общем они тоже идти ехать вообще как бы плохо ну как-нибудь проедут недалеко метров может но около километра и должна быть грунтовочка то есть она так будет пересекать но мне в том направлении дальше хочу по лесу выехал на такую грунтовочку в общем музыку едут настроение нормальное так хорошо просто под муточку так темп держать нормально пока такая грунтовка отличная дальше следуя по маршруту по лесным грунтам доехал до речки которая называется чарно велка был я на речке чарно-мало это чарно велка тоже прикольно так вот она идет речушка стою на мостике такой твит и тут бы тоже было классно тут есть есть места где даже стать палаткой да и возможно как нибудь сюда сделаю летний какой-нибудь походит такой с ночевкой там и дальше видно можно встать отлично тут недалеко уже осталось до асфальтной дороги на которую я сейчас выеду попадаются асфальтная дорога машина-то ездит населенные пункты есть небольшие но есть постой на этой речушки посмотрю послушаю птичек классно да иду налегке вообще вот этот снаряга именно для лета у которой взял час и возможно ее даже облегчить еще не брать с собой допустим там продукты такие магазинные в общем сделать сушеное мясо там такому пюре сухое взять ну что такое там овощи даже можно сделать и я думаю будет вообще шикарно то есть есть час этих сумок ну сумка по моему около килограмма каждая весит ну то есть два килограмма ну сумках ну пусть килограмм 5 от силы сейчас но это чисто снаряга ну такое там горелки в общем все это кухня вот я думаю 5-7 килограмм сзади это будет отлично если сделать так летом для питья у меня есть вот такие две бутылочки в одной там изотоники витамины там разложу такое в общем все второй красный допустим там вода для питья так пути если конечно будет жарко то днем можно ложить на вилку для питья еще дополнительно выехал на такую это не асфальтная дорога хорошо отсыпана такая грунтовка вот используется как пожарные доезды в общем ну там для пожарных машин и такие дороги довольно-таки очень выручают пасту потому что в этих лесах преобладает песок и как бы часто затрудняет движение вообще на велосипеде ну а пока мы вкручиваем по таким грунтам пасту асфальтированная дорожка я еду по ней еду через такую не было у меня тоже стоянка асуан называется там я стану сделать перерывчик и кофе вот ну сделаю говорю кофе вот как раз я думаю в 12 сейчас без 20 думаю быть там уже потом рывок до дома там 20 километров по идее я думаю больше соточки должно получиться это ПВД стоит это класс в кремле грешная вы добрался я до это стояночки асуан вот недавно кто-то полил костерчик еще видно как чуть-чуть дымит и сейчас я здесь попью кофе вот так вот сижу отдыхаю пью кофеек был был костер сейчас клеит так потихоньку дровишки за что-то полил костерчик тут можно на таких стоянках разрешается специально оборудованное место вот надо будет цель как-нибудь сюда приехать ночевочка немного посижу отдохнуть и дальше и и и и Выехал на грунтовочку, она скоро закончится и дальше в принципе уставшийся маршрут и скорее всего будет идти по асфальту, а там посмотрю, не будет еще грунтов, потому что там не везде можно ехать велосипедом по таким трассам, ну там факт, что я еду дальше, еду, но всегда грустно, когда все это завершается. Выехал я на асфальтную дорогу, вот на автозаправочной станции взял водички себе и последние 10 километров асфальт вот мне туда, по вот этой дороге и до самого города своего, ну а там сяду, подведу итоги этого своего ПВД на Веле. Я добрался до своего города, вот так он выглядит, сверху, так скажем. В принципе, последние, скажем, метры этого похода, сейчас подъеду к дому, сяду подведу итоги. Вот и завершился мой вело ПВД с ночевочкой в гамаке, сижу я возле дома, классно, распускаются деревья, одуванчики, все, настоящая весна, сейчас посмотрю, что у меня на счетчике за эти два дня. Так, время 3 часа дня, 122 800, 123 километра, 123 километра проехал я в этом ПВД, отлично, до скорых встреч на канале самотнюю вилку.